Полет в космос уйдет с молотка. Насколько высокими будут ставки на торгах за первый билет Blue Origin? Меня зовут Андрей, подписывайтесь на канал, ну а мы начинаем. Компания Джеффа Безоса Blue Origin выставит на торги первый туристический билет в космос. 5 апреля она объявила, что ракета New Shepard совершит супербитальный полет с экипажем уже 20 июля. Попасть на борт в качестве туриста сможет один человек, предложивший за полет самую высокую цену. Аукцион будет проходить в три этапа и продлится до середины июня. Ранее СМИ оценивали стоимость путешествия на супербиту примерно в 200-300 тысяч долларов. Насколько высокими могут быть ставки на торгах за билет в космос? И как будет выглядеть такой полет? Немного истории. В 2000 году, когда Джефф Безос основал Blue Origin, Amazon приблизила его состояние к 6 миллиардам долларов. Первые три года о стартапе никто не знал. Только когда предприниматель стал скупать земли в Техасе для частной супербитальной площадки, проект привлек внимание. Первую разработку компания протестировала в 2005 году. Ей стала Cairn, модуль платформы для вертикального взлета и посадки на реактивном двигателе. Спустя год стартап протестировал супербитальный корабль Goddead. Из этих разработок появился супербитальный корабль New Shepard, который может доставлять пассажиров и грузы к линии Кармана. Граница между Землей и космосом на высоте около 100 километров. Этот проект компания разрабатывала с 2006 года, но лишь к началу 2010-х смогла воплотить его в жизнь. New Shepard – это небольшой многоразовый космический корабль, который не способен выйти на орбиту и облететь вокруг планеты. Как объясняют в компании, супербитальная экскурсия будет длиться примерно 10 минут. За это время ракета поднимется на высоту чуть более 100 километров, и с помощью парашютов плавно спустится вниз, в пустыню на западе штата Техас. Примерно 3 минуты капсула будет находиться в состоянии невесомости. В этом промежутке она как раз вылетит за так называемую линию Кармана, где кончается атмосфера и начинается космос. Туристы смогут увидеть изгиб планеты в иллюминаторы, которые в три раза больше, чем на лайнере Boeing 747. К сожалению, в супербитальном полете шар Земли увидеть невозможно, потому что слишком мала высота. Люди увидят огромное черное небо, возможно звезды. Где-то там внизу поверхность Земли. Это похоже на взгляд из иллюминатора самолета, но гораздо выше. Судя по всему, первого туриста в космос компания Blue Origin отправит раньше своих конкурентов из Virgin Galactic и SpaceX. Но потребуется ли подготовка будущему космонавту-туристу? Его имя станет известно примерно за месяц до вылета. И этого времени хватит, чтобы пройти необходимый инструктаж. За статус первого туриста в космосе фиксированной цены Blue Origin не установил. Ее определят на аукционе. Торги пройдут в три этапа, а вырученные средства отправятся в фонд Club for the Future. Но явно выше, чем 300 тысяч, которые предполагались ранее. Впрочем, вряд ли дело закончится только благотворительным аукционом. Сумма, наверное, будет очень большая, потому что все-таки это первый полет туриста. Выручка за полеты New Shepard далеко не основная цель Джеффа Безоса и его команды. Супербитальные экскурсии помогут ускорить старт другой программы – коммерческих полетов на орбиту. Запуск New Shepard с экипажем важен для Blue Origin еще по одной причине. Недавно компания уступила предприятию Илона Маска контракт почти на 3 миллиарда долларов по новой лунной программе NASA. Blue Origin уже опротестовала результаты тендера, и успешный коммерческий полет может стать весомым аргументом в идущем споре. Более подробные рассуждения на эту тему вы можете увидеть в прошлом выпуске. Ссылка будет в подсказках. Вернемся, собственно, к самому кораблю. Внутри капсулы расположены 6 кожаных кресел, причем каждое место находится у окна, позволяющего наблюдать за внешним пространством. Оно также снабжено индивидуальными мониторами, при помощи которых турист сможет следить за характеристиками полета. В центре New Shepard располагается цилиндрическая конструкция, напоминающая барный столик. На самом деле она скрывает двигатель для экстренной эвакуации пассажиров относительно New Shepard в случае возникновения нештатных ситуаций. Пассажиры капсулы должны будут носить специальные костюмы. На этом я буду заканчивать. Спасибо, что досмотрели этот космический выпуск до конца. Обязательно поставьте ему лайк. Не забываем подписываться на канал и жать на колокольчик. Все наши полезные ресурсы вы найдете по ссылкам в описании. Ну а я буду с вами прощаться. Желаю вам отличного настроения, друзья. Увидимся в следующем выпуске. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok